Общегосударственный подход. Какие задачи решает Северный флот в Арктической зоне? 8 декабря 2019 года. 8 часов. Алексей Заквасин. Обострение существующих межгосударственных противоречий в Заполярье может привести к вооруженному конфликту, однако сценарий масштабного противостояния исключен. Об этом заявил командующий Северным флотом, СФ, вице-адмирал Александр Моисеев, выступая на форуме «Арктика. Настоящее и будущее». Ключевым фактором дестабилизации он назвал политику США и других западных государств. По оценке Минобороны РФ, с 2015 года интенсивность оперативной и боевой подготовки войск НАТО в высоких широтах возросла в два раза. В связи с этим Россия проводит курс на усиление ударных и противовоздушных возможностей Северного флота. Командующий Северным флотом, СФ, России вице-адмирал Александр Моисеев указал на риск возникновения вооруженных столкновений в Арктике. По его словам, конфликтный потенциал в Заполярье увеличивается из-за военной активности США в высоких широтах и усиления северного фланга НАТО. При определенных условиях обострение существующих противоречий может привести к возникновению кризисных ситуаций и их перерастанию в вооруженный конфликт. Но крупномасштабных войн в макрорегионе, Заполярье, в ближайшей и среднесрочной перспективе нет и не будет, сказал Моисеев, выступая на заседании Международного форума Арктика. Настоящее и будущее – Санкт-Петербург. Командующий СФ констатировал, что иностранные государства, заинтересованные в освоении Заполярья, исходят из возможности реализации задач путем применения военной силы. Такой подход, как подчеркнул Моисеев, противоречит политике РФ, направленной на снижение напряженности в регионе. Вице-адмирал напомнил, что в доктринальных документах США говорится о необходимости размещения в высоких широтах элементов системы ПРО, развития ледокольного флота, развертывания инфраструктуры для обеспечения переброски войск в регион и свободы доступа в акваторию Северного морского пути иностранных судов, включая военные корабли. НАТОвский трезубец. По данным Минобороны РФ, за последние годы интенсивность оперативной и боевой подготовки ВС стран, членов НАТО увеличилась в два раза. В 2015 году войска Альянса провели 9 учений, в 2016-м, 13-е, в 2017-м, 12-е, в 2018-м, 15-е, а в 2019-м, 18-е. Обеспокоенностью Минобороны вызывает вовлечение в военную деятельность НАТО не входящих в этот блок государств, Финляндии и Швеции, а также политика Норвегии. В частности, ОСЛА намеревается распространить национальную юрисдикцию на архипелаг Шпицберген и прилегающее морское пространство. Российские военные опасаются размывания демилитаризованного статуса этих территорий и создания условий для воспрещения экономической деятельности Москвы. Также по теме адекватный способ защиты арктических рубежей, как Россия усиливает авиационное присутствие в Заполярье и в составе Северного флота созданы два авиационных полка, сообщается на сайте Минобороны России. Новые формирования оснащены в норвежской провинции Финмарк, в 60 километрах от границы РФ. На средства, выделяемые из бюджета США, продолжается строительство стационарной радиолокационной станции РЛС «Глобас-3». На объекте будут установлены новейшие радары семейства «Анслэш ФПС» 129. В Москве полагают, что станция будет использоваться для слежки за силами и средствами Северного флота. Дегулярные разведывательные миссии вблизи российских берегов проводят корабль ВМС Норвегии «Марьета». Также скандинавская страна активно модернизирует авиационные базы «Рюги», «Эрлан», «Эвенис», портовый терминал «Горд-Сунт» и «Гавань-Серейса». Свой военный потенциал «Осла» усиливает не только на море. В 2015 году Норвегия договорилась с США о поставке 52 американских самолетов пятого поколения F-35. Стоимость сделки составила 10 миллиардов долларов. Это крупнейший контракт в истории вооруженных сил Норвегии. Осенью 2018 года в Норвегии прошли самые масштабные с начала 2000-х годов учения НАТО «Единый трезубец». В них участвовали 45 тысяч человек, 150 летательных аппаратов, 60 кораблей и 10 тысяч бронемашин. Как полагают в Минобороны, основная цель маневров – обеспечение быстрого перемещения американских сил. В беседе S.R.T. профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин констатировал, что Норвегия превращается в форпост военного присутствия США в Арктическом регионе. За последние годы Россия значительно улучшила военную инфраструктуру в Заполярье. В интересах Минобороны были построены военные базы на земле Франции и Осифа, Новосибирских островах, завершается создание военного городка в поселке Тикси. Военные модернизируют действующие аэродромы и восстанавливают воздушные гавани, заброшенные после распада СССР. В докладе Моисеева говорится о том, что истребители, бомбардировщики и противолодочные самолеты СССР могут использовать несколько аэродромов Нагорская, Темп, Североморск-1, Североморск-2, Североморск-3, Рогачево, Манчегорск, Талаги, Нарьян-Мар. Также по теме составить конкуренцию России невозможно, каких результатов достигла Москва в укреплении арктической системы ПВО Мотострелковая бригада Северного флота приняла на опытное боевое дежурство дивизион новейших зенитных ракетных комплексов ТОР и М-2ДТ. Мы исходим из общегосударственного подхода, что в Арктике нет вызовов, требующих военного решения. Однако Российская Федерация рассматривает наращивание своего военного потенциала в Арктической зоне как вынужденную меру для парирования возможных угроз и создания благоприятных условий для реализации национальных интересов, сказал Моисеев. По словам вице-адмирала, Северный флот обладает всеми необходимыми средствами для обеспечения территориальной целостности и защиты экономических интересов РФ в Арктике. Ключевым компонентом военной мощи СФ и гарантом сохранения мира и безопасности Моисеев назвал стратегические ядерные силы. В целом участники Арктического форума разделили оптимистичную оценку Моисеева. В то же время они обратили внимание на необходимость решения ряда насущных вопросов безопасности навигации в Заполярье, которые касаются в том числе и военных кораблей. Например, заместитель главы дирекции Северного морского пути, СМП, Газкорпорации Росатом Александр Ольшевский обратил внимание на отсутствие российского сегмента спутниковой радиолокации, который позволяет эффективно мониторить ледовую обстановку. По словам чиновника, РФ вынуждена закупать необходимые для проводки судов данные за рубежом. Нужно создавать отечественный сегмент спутниковой радиолокации, чтобы получать информацию в любую погоду, вне зависимости от видимости. Еще одна задача – разработка автоматической идентификационной системы, которая через спутники информирует о положении судов. «Здесь мы зависим от Канады. Стоит понимать, что доступ к иностранным спутникам всегда может быть перекрыт», – констатировал Ольшевский. Также замглавы дирекции СМП считают необходимым увеличить количество промеров, позволяющих составлять подробные карты морского дна, рельеф которого постоянно меняется, усложняя жизнь всем мореплавателям. В беседе С.А.Т. военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что политика Москвы в области освоения Арктики требует принятия комплексных мер. По его мнению, увеличение присутствия Северного флота в Заполярье, в частности, в акватории Северного морского пути, должно сопровождаться развитием гражданской инфраструктуры. Задача по защите СМП и экономических интересов России в целом возникла перед Северным флотом лишь несколько лет назад. Поэтому Москва еще не успела подтянуть необходимую базу для обеспечения полноценной навигации на всем арктическом пространстве. «Однако все существующие проблемы руководству страны известны, и я думаю, они будут решены в ближайшие годы», – резюмировал Кнутов.